В середине 19 века мелодия еврейских баллад и лирических песен вступает в контакт с бытовой музыкой городских окраин, фабричной, рыночной и фольклорной средой. А также с пением профессиональных нищих и попрошаек, продавцов лубочных книжек и исполнителей так называемых газетных баллад. Такой газетный баллад – последние новости, положенные на мотив популярных песен. Ну, например, Маруся отравилась, да? Да, ну какое-то событие в газете, да, и на эту злобу дня сразу же возникают какие-то определенные баллады. Баллады 19 веки особенно широко стали распространяться в таких профессиональных музыкантах, в кавычках, шарманщики. Слышали? Вот, была изобретена шарманка. Ну, вообще шарманка-гудок была изобретена раньше, но в 19 веке эта шарманка уже могли исполнять определенную мелодию. Нужно было только крутить ручку и жалостливо подпевать. О, Зухенвей, купите папиросы, вот я стою, и ноги мои бусы, да? Знаете, такие все песни? Вот, или там, какое-то, купите бублички, купите бублички, купите бублички, вы поскорей. Меня несчастную цыганку частную, цыганку частную, ты пожалей. Вот такие всякие жалостливые различные мелодии. Да, или, например, как говорится, на злобу дня. Вот, плещут холодные волны, да? Вы знаете, кто осуществил эту песню? Прямой потомок белорусского пирата Беневского. Вот этот Маурик Беневский был три раза женат. Первый раз он был женат на Украине. Потом его сослали в этот самый, не на Колому, а на полуостров, как он называется. Вот, в Северное Сахалино, Камчатку. На Камчатку. Там он еще один раз женился. Вот, потом он сбежал, потом он пиратствовал. Потом он уже пиратствовал под американским флагом, был американским гражданином. В Америке он еще раз женился. Потом он поехал на Мазахаскар и на какое-то место, и там тоже принцессе еще раз женился. Ну, вот, потомок его украинской жены, тоже Беневский, сочинил песню. Плещут холодные волны, иются на берег морской. Чайки луные плачут, да, на дворе с тоской. Мы не вред кем не спустили, словный Андреевский флаг. Сами взорвали Кореи, с нами потоплен варяг. Такая жалостливая песня в 905 году на злобу дня. Впрочем, на ту же мелодию есть и другие песни. Я родственник легкий Толстого, незаконно рожденный сын. Подойти, ох, кто может, один я остался один. В имении Ясной Поляне жил Лев Николаевич Толстой. Питался растительной пищей, ходил по деревне босой. Жена его, Софа Андреевна, напротив любила поесть. Она не ходила босая, спасая дворянскую чистость. После Великой Отечественной войны стали петь. Я был батальонный разведчик, а ян писарышка с тобой. Я был за Россию ответчик, а ян спас моёй женой. Да, понимаете. Такие песни имели очень много куплетов. И чем длиннее и чем жалостливее они были, естественно, тем больше денег мог собрать этот шарманщик. Азуха ты, разруха... Аня. Разлука, да. Чужая сторона. Ну и так далее. К таким вот балладам также относятся известная баллада. Плещ. Я так как вот исполнялась. Помните, товарищ, мы едем далёко, да. Подальше. А раскинулось море широкое, и волны буш... Это я всё на одну мелодию понял. Товарищ, мы едем далёко, подальше от этой земли. Видите, непонятно. Нормальная мечта матроса вернуться домой побыстрее. А что это он мечтает только подальше от этой земли оказаться? То есть вы понимаете, Утёсов, который обработал эту песню, он обработал песню, которая пелась на идише, и она пелась репатриатами, которые ехали в Соединённые Штаты Америки, и действительно подальше. Она... Да. Она имела 50 куплетов. Исполнялась она идише. Я так немножко слышал. Там употребляется не старушка Айша, жена, которая будет рыдать, которую он там где-то в России оставил, сам поехал в Америку подальше, и так далее. То есть, в общем, конечно, это всё художественная обработка таких вот вещей. Вы можете себя представить, да? Вот такие жалостливые... Такие жалостливые мелодии. И ещё сентиментальный жестокий романс. Смотрели там жестокий романс, да, фильм? Вот такие сентиментальные жестокие романсы. Это тоже... Это тоже еврейское... Еврейское устное народное творчество. И ещё, значит, были такие декламационные песни, которые позднее развились в бардские песни. Вот такие, как Акуджава поёт. Вот такие, как... Кто у нас знаменитый такой певец на гитаре играет? Не Розенбаума, как его? А Розенбаум, да. Розенбаум, да? То есть, вот из такого... Из такого декламационного... Из такого декламационного пения. Ну, продолжались и также развиваться нигуны, интонации вздоха и стона. Так что вот эти баллады, они имеют общие с балладами кельтскими балладами, с немецкими балладами. Были ещё и восточные, восточные мотивы. Восточные мотивы. Они связаны с мотивами ещё Древней Греции, Илиады, Одиссеи, Гомера. И они пелися под аккомбонимент гусли. Гусли. Гусли – это был музыкальный инструмент южных славян, родственной старинной скрипки. Вот сейчас гусли – это как уродит афрофа или цимбалы, только на цимбалах играют палочками, да? А гусли перебирают. Но в действительности гусли – это было первое, южных славян, первый прототип скрипки. Были ещё, помните, такие гудошники тоже играют, да? На гудках. Тоже разновидность. И связано также с венгерской обработкой барта, кадае, обработкой этих мотивов. И у южных славян была разновидность волынки. Называлась гайда. Гайда используется в ансамбле с барабаном, скрипками, кларнетами и различными ударными инструментами. В отличие от западноевропейской народной музыки, которая основывалась на метричности 2 четверти, 3 четверти, 4 четверти, то восточноевропейский фольклор – быстрое чередование основных метров. Например, 3 четверти и 4 четверти. И различные асимметрии. Асимметричные метры. И есть еще связь со странами Средиземноморья. Я уже говорил, испанская фламенко. Вот испанская фламенко имеет общие, как ни удивительно, индо-пакистанские, мусульманские, еврейские, греческие аналоги. Ну, вы помните сиртаки? Она тоже вот начинается. Вот когда вы услышите фламенко, вы увидите нечто подобное. В странах ислама, в Пакистане, мы можем встретить нечто похожее. Аналоги этого. Но я не специалист по Пакистану. Если вы захотите, я в интернете вам найду. Давайте будем заниматься евреями пока, да? Хорошо. Вы знаете, что были мусульмане, цыгане в Испанию. Вот. И возник такой стиль по-арабски. Феломенгу. 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 Крестьянин-беженец. Возможно, также слово фламя. Пламя, да? То есть, крестьянин-беженец или погорелец. Да? Фламенко – это песнь погорельцев. Песнь погорельцев. Можете записать. Кому интересно. Фламенко включает пение. Называется канте. Танец. Байле. Сольную гитарную музыку. Называется тока. Ритм. Называется халео. И речитацию. То есть, пение речитативу. И все эти элементы сочетаются как единое целое. Фламенко также потерпела преобразные изменения среди испаноязычного населения Америки. Оно вобрало виды музыкальных танцевальных форм от балета и современного танца до джаза. Да, джаз. Джаз, хотя вы знаете, в общем-то, негритянские напевы, но лучшие джазисты или джазмены как-то были. Тоже и евреи, да? Вот. И негры, и евреи. Другая городская танцевальная форма, греческая рембетика, появилась в 1920-х годах в Пиреи. Переселенцы из распавшейся Османской империи перенесли ее в Грецию. И название было рембетика, или зебекикос и хасапикос. Зебекикос и хасапикос. Вот так это называется рембетика. То есть, греческая такая форма, которая пришла из Османской империи. Ансамбль состоял из гитары, бузуки, это тоже струнный инструмент, и баглама. Четырех-тили шести струнного инструмента, типа индийской танбуру. И во всех этих вещах тоже имеется определенная, да, определенная связь с музыкой, которая звучала в еврейской традиции. Еврейской традиции. Вот такие интересные вещи и такие жанры. Видите, жанры еврейской музыки не записывайте. Это первое, религиозные песнопения, мы говорили, пиюты и канторская музыка, да. Песни различного содержания, религиозно-национальные песни, баллады, семейно-бытовые, любовные песни, рекрутские, кантонистские песни, арестантские песни, песни о войне, о погромах, песни ремесленников. То есть на все случаи жизни. Бадханские куплеты. Кто такие бадханы были? Помните, мы говорили, массовик-затейник на свадьбе, да? Да. Вот таких бадханских куплетов произошли частушки. Или на ювелите называется пизмор. Пизмор. Свадебные застольные песни, хасидские песни, песни эмигрантов, а также песни исповеди, песни нищих, песни о смерти, песни о аллегории и так далее. Немножко сейчас поговорим о клейзмерах. Клей-змер, помните, мы говорили? Клей означает инструменты, змер означает пение, то есть музыкальные инструменты. Это еврейские народные музыканты. Они играли в бродячих таких ансамблях, обычно из трех-пяти исполнителях, на свадьбах, бармицах, балах, праздничных гуляниях, ярмарках. То есть это было связано с синагогой или с религиозным пением? Или нет? Это была светская, да? Светская музыка, да. Ведущий инструмент, как правило, скрипка. Вот, реже какой-то иной. А также цимбалы, контрабас, кларнет, труба, флейта, барабан и тарелки. Итак, основоположниковый клейзмер, я уже говорил, город в 15 веке, город Бремен, который уходил в Ганзейский союз. Затем, когда евреи переместился центр культурных, куда? В Польшу, да? В Польше в 16 веке создались целые цехи клейзмеров. И клейзмеры не принимали в цехи музыкантов-христиан. А в 17 веке клейзмеры Праги образовали даже свою гильдию, да. Которые сопровождали торжества вне синагоги, вне Симхат-Тара, Пурим, а также шествие несущих новый свиток Торы в синагогу. То есть, привлечение к клейзмеру уже было и куда? К синагоге, да? В синагогальной службе, но не внутри синагоги. Внутри синагоги евреи не танцуют. Почему? Да, мы говорили. По традиции разрушения храма, которая для нас необязательна. Которая для нас необязательна. И, естественно, это вызывало враждебность музыкантов-христиан. И парижские клейзмеры в 1651 году были вынуждены добиваться власти подтверждения привилегий, которые были даны еще в 1640 году. Есть пародии музыканта-христианин на еврейский танец 1554 года. И нотные записи танцев и мелодий клейзмеров. Хотя, сами клейзмеры, они не записывали свои ноты. Их музыку и пение невозможно написать на ноты. Вот сейчас это похоже на джаз. Да? Вот скажите, настоящий джаз можно на ноты записать? Это сугубо, да? Сугубо такая импровизационная вещь. Поэтому музыку клейзмеров и песни клейзмеров невозможно изобразить на нотах. Ну, однажды один барин пригласил себя еврейских музыкантов и сказал, что он будет их слушать и даст им деньги только тогда, если они будут играть по нотам. Вот у них отродясь не бывало. Поэтому они притащили с собой все дуры, разложили их на пепетрах, раскрыли. А когда барин стал интересоваться, что это такое, они говорят, а это наши еврейские ноты. Фади, докажите, более что знаки кантиляции такие? Такие да, да? Такие да. И были некоторые записаны, так, были опубликованы сочинения Хирхана из Фюрта на Симхат-Нефеш. Радость души назывался сборник Симхат-Нефеш. И Ганноверское компендиум в 1744 году на немецком языке. Какие же были музыка? Музыка была, видите, как пение, да? Музыка вообще и музыка-танец. Музыка-танец. Разновидности в танцевальной музыке. Фрей-Лекс. Фрей-Лекс. Фрей-Лекс это инструментальная пьеса танцевального характера. Окрашена в веселье, когда радость трудно отделима от слез, а слезы от радости. Фрей-Лекс. Ну, это идижские названия, поэтому я вам точно расшифровать значение. Да, Фрей-Лекс. Фрей-Лекс. Фрей-Лекс, 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 наверное, это слово, да? Да. Фрей-Лекс. Танцевальная музыка, где радость со слезами и слезы с радостью. Это особенность такая. И, знаете, еврейская музыка редко исполняется в мажоре. Она чаще исполняется в миноре. Музыка звучит радостно, но в то же время она в миноре. То есть вот такое создается интересное сочетание. Наряду с... Завтра мы постараемся прослушать все вот эти разновидности. Наряду с Фрей-Лекс. Другими еврейскими музыкальными жанрами является Кале-Базецн. Кале-Базецн. Это обряд ухаживания невесты. Кале, это Кала, да? Кале-Базец. Игрался во время обряда, извиняюсь, не ухаживания, усаживания невесты. Пьесы, исполнявшиеся во время трапезы. Трапезы. Близких Фрей-Лексу Хосид. Хосид назывался. И Гас-Нигн. Гас-Нигн. Уличный напев. В 16 веке в Германии и Австрии. Вы просто запишите названия и забудьте их. Пусть они у вас будут в конспекте. Я с вас этого требовать не буду, да? Вы что-то книгуны вы знаете? Ну да, хорошо. Это уже неплохо. Да. Значит, в Германии и Австрии питали еврейских капелл. Были распределены спринг-данс. Спринг-данс, что переводится? Весенний танец, что ли, да? Спринг-данс. И ум-гейн-дэр-данс. Ум-гейн-дэр-данс. Да. Ум-гейн-дэр-данс? Я не немец. Данс-танец. Ум-гейн-дэр-данс. Это разновидности немецких танцев. В Молдавии на Украине. Добрый день. Добра ночь. Естественно, когда они исполняются, да? Добрый день. Добра ночь. Дойна. Дойна. Скочно. Гайер. Плескун. Болгар. Жок. Оляндра. Валашский танец. И другие. Да. Значит, отметьте, что мастерство музыканта Клейзмера, это прежде всего, мастерство интерпретатора. Важна не буква, а дух. Да? Значит, мастерство музыканта Клейзмера, это мастерство интерпретатора. Интерпретатора. То есть, главное, не буква, а дух, да? Трансформация исходного музыкального материала и перевоплощение мелодии. Вот по этой причине очень многие еврейские вещи выдавались за молдавские. Когда вот сейчас вам станцуют традиционный молдавский танец или споют традиционную молдавскую песню, там, Дойна или Сырба. Да? Дойна или Сырба. А в действительности что это? А в действительности это какие танцы? Еврейские. Хорошо. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем маленький перерыв и послушаем некоторые вещи. Да? Хорошо. Хорошо. Тогда мы завтра будем слушать. Итак, каковы же были Клейзмерская классическая капелла? Вот так она выглядела. Это совсем капелла для пения. Это 2, 3, 4, 5. Ансамбль, да? 4. Там было разное количество людей. 3, 4, 5. Да. Чаще всего из 3 или 4 человек, да? Это скрипач, трубач, цимбалист. Иногда 5 инструментов. Скрипка, кларнет, цимбалы, бандура и барабан. Или альт, виолончель, контрабас, малый барабан, флета, корнет, тромбон. То есть, состав был очень различный. Примеры таких напевов. Вот, это, например, мы говорили. Гас Нигн, уличный напев. Зай Гезунд. Зай Гезунд. Что означает, будьте здоровы. Добранич. Что доброй ночи. При встрече и провода гостей. Да. Мазалтов. Мазалтов. Это счастье вам, да? После побалки. А также после хупы. Перед хупой базесен дикале. Посажение невесты. Во время свадебной трапезы тиш-нигн. Застольный напев. Мехутанин танц. Мехутанин танц. Танец сватов. Бройгес танц. Танец обиды. Шолем танц. Танец примирения. Это возможное взаимоотношение породнившихся семей. Очень интересный танец. Танец шер. Ножницы. Помните, я говорил о еврейской такой традиции, что перед свадьбой невесту очень коротко подстригали, а иногда даже обрывали ей голову, чтобы она могла потом одеть парик. Кстати, боролась Екатерина Вторая. Даже за обрытие головы. Там большие штрафы. И чуть ли не тюремное заключение. Но все-таки это часто делали. А то он так свою лысенькую невесту берет. И шор означает ножницы. То есть танец движения в виде ножниц. Когда мужские и женские сходятся, расходятся и так далее. В русской традиции этот танец получил название кадриль. От слова кадрить. Это такой свадебный танец. Шер, ножницы. Бейгеле, бублик. Бегл, да? Бегл это бублик. Вы знаете вообще традиция бублика? Я говорил, что первые бублики пекли еще левиты во время хлебного приношения. Во время хлебного приношения. Они пекли в виде бублика. Видите, бублик он не имеет ни конца, ни начала. Он символизирует бесконечный цикл. И такой же символ посвящения бесконечности. Это кольцо, да? Евесты. Но современные бублики имеют свою интересную историю. Примерно в 1680, не помню в каком году, в 83-м или 85-м году, турки осадили Вену. И не могли никак освободить Вену от турецкого нашествия. Если бы прошло еще несколько лет, Вена бы пала. И спасителем Европы был такой Ян Сабецкий. Когда я посмотрел, кто же такой Ян Сабецкий, я понял, что он наш человек. Потому что его звали Ян, это поляки звали, да. Вы понимаете. В действительности он был Яков. И не Сабецкий, а Шабоский. Яков Шабоский. Если вы хотите посмотреть, как он выглядел. Вот я сейчас уже волосы отросли. Вот если вы меня... Да, если вы меня подстрижете в кружочек, вот так, чтобы подобрать вот эти виски, и оставить бакенбарды, и немножко подобрать вот эту бородку. Да, но он же был крещённым. Для того, чтобы стать генералом, пришлось ему креститься. Видите? Он очень похож. Вот так. Ну, как казаки стрились. Это был генерал Жесть Посполитой Польский, еврейского происхождения, Яков Шабоский и Ян Сабецкий. И евреи Вены решили ему сделать подарок. Они испекли бублики, да, и назвали его Bagels. Bagel означает стремя. Bagel означает стремя. И с того времени, в честь победы под Веной, стали евреи печь и использовать Bagels. Большие Bagels называется Койлоч или Калач. И это тоже для свадебной церемонии используется, да? Потому что что? Круг. Ну, не знаю, почему в Молдаве. Но вы замечаете, что у Молдаван свадьбы под хупой происходят? Заметьте, обычно это осенью всегда. Да? И всегда делается что? Да, такой шатер. Времена хупойские, в Америке тоже, там, там, похожие моменты были свадьбы под хупой. Ну, вот эти, да. Ну, вы видели молдавские свадьбы? Они, как правило, они как говорят в палатке, да? Или в шалаше. То есть, тоже под хупой. Да. Вот. Значит, да, вот фрелис веселая означает. Также хасид. Были марши, да, Чернецкий. Помните, мы говорили, он тоже был такой потомственный. Клейзмир. И писал марши для русской армии, а потом для советской. Поэтому есть такой свадебный марш, да, марш до хупы. Этот марш до хупы, это современный, если вы хотите услышать, очень похоже, ну, очень похоже. Я еще раз говорю, у меня вот этих, как раз всех, Клейзмир, вот этих шаров нету. Но моя Надя играла. Вот, и это действительно здорово послушать, интересно. Если кто-то у вас есть ноты, или пианино, или, может быть, пригласить Надю, если была пианино, но нету возможности такой. А в субботу? Ну, после шабата, там же все рояльные. Значит, так было, писал очевидец о танцах, которые танцевали на девичнике. Девичник назывался форшпиль, форшпиль или змирес. Отец и почетные гости с удовольствием смотрели на сольный танец. Русский, вернее, украинский казачок, который изобилует большим количеством художественных фигур и расслабленности движения. За казачком следовало очень быстро темпе галопада, которые танцевали парами вокруг всего зала, а становились на момент в каждом его углу. Я вам говорю про еврейский девичник. Казачок галопада. Слово галоп, да? Нет слова падать. Потом танцевали веселый танец Бегеле, своего рода хоровод. Потом хасидл, сопровождающий чрезвычайно бодрой музыкой, фанфары и тамбурин. А заключение танцевали весьма маньянно контраданс. 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 Да. Вот о еврейской и молдавской музыке. Сходства и различия. Есть дойна, жог, оляндра и волях. Волях. Дойна обычно состоит из двух частей. Первая часть медленная, импровизационная, а вторая быстрая, танцевальная. Дойна – это лирическая или лирико-эпическая печальная песня. Чаще всего инструментального происхождения. То есть, начинается она печально, а заканчивается как весело. И чем-то это опять напоминает на традицию какого? Испанского, да? Испанно-испанскую традицию. Существует дойна, которую поют, и дойна, которая танцует. Она называется дойный шижок. Переведите мне. Дойный шижок. Ши и, да? Да. Песня и танец. В еврейском варианте это было дойна и фреликс. Дойна и фреликс. В молдавской народной музыке встречаются разные жоки. Значит, жок – само название – танец. Первое – танец – игра. Второе – массовое гуляние, сельское празднество с играми и танцами. Евреи заимствовали это слово в первом значении. То есть, танец – игра. Или танец как таковой. Разновидность олеандра. Олеандра происходит от слова олеандр. То есть, цветок. Олеандр. И оно, если там был двух, две части, да? Олеандр и есть трехдольный жок. Трехдольный жок. Более гибкий, изящный и более женственный. Поэтому он считается женским танцем. Танца – подружек невесты. Танец – подружек невесты. Волях. Волях означает валашский. Связано с Валахией. Валахия – это территория Румынии и частично северная Молдавия. В то время, как вы знаете, что Молдавия есть и в Румынии. Собственно, Молдавия и Румыния, они были поделены в историческом плане, а не в этническом плане, как народы. Как народы. Да. Не знаю. Также есть хора. Есть хора. 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 Вот разновидностью хоры является известная нам Хава Нагила. Хава Нагила, да. Гайр, опять-таки, и Фреликс. И все это характерно минорно-мажорной структурой. То есть, действительно, происходит и радость, что? И грусть одновременно. Одновременно. Ну что, успеем мы еще о танцах поговорить? 10 минут. 10 минут. Хорошо. Давайте начнем, а что продолжим? Фреликс. Фреликс. Еще этот танец называется Карагод, Редл, а также 740. 740 на первой встрече летит и судит. Да, 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 да. Вот это фреликс. Фреликс. Его ритм раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Значит, это 8 восьмых, 3 восьмых, 3 восьмых и 2 восьмые. Интересно, что абсолютно в ритмичном рисунке соответствует всем известному танцу твист. Твист. И вы помните трус, балбес и бывалый. Как они учили? Носком левой ноги вы давите окурок, носком правой вы давите другой, а теперь вы давите оба окурка одновременно. И у вас получается танец именуемый фреликс. Интересно, да? Вот. Этот танец повторяет месечковый фреликс. Его часто танцуют на свадьбах и бар-митцвах. В принципе, это такое. Стоят, становятся в одну линию или круг и каждый двигается под музыку. Да. Есть определенный набор движений, своеобразная походка. Круг может двигаться влево или вправо или извиваясь по комнате. Некоторые могут выходить на середину круга, если они особенно искусно танцуют. Есть разновидность этого танца под названием иголочка, то есть движение, как иголки и нитки. Такие танцы исполняются на сцене, и если вы хотите повеселиться на свадьбе, то чем больше народу участвует, тем лучше. Если гостей мало, человек 10-15, то лучше использовать обычную версию. Часто Фрейлис путают с хора. Хора или хора Бессарабии и Румынии его называют также хора. То есть одно из названий Фрейлиса в Бессарабии и Румынии хора. Но хора это общее название для целой группы танцев. Есть хора, которая танцуется медленно на счет три восьмых. И шаг его отличается от традиционной хасидской хоры. Само название хора не является традиционно хасидским, его придумали как раз в Румынии для обозначения практически любого свадебного еврейского танца. Именно веселого и именно еврейского. Есть хора стакката Румына Гагараша Денику, который исполняли на скрипке Югуди Минухин. Исполняли на скрипке Югуди Минухин. И после этого хора стало мировым шлягером. Иголочка мы говорили разновидность Фрейликса. Ведущий направляет людей выстроившиеся в одну линию влево. Ведущий отправляется вправо, но не проходит сквозь живое кольцо, образованное другими танцующими. Обходит опять танцующих слева, они кладут ему правую руку на плечо, затем цепочка проходит через ружичиёк, который образуется остальные танцующиеся. Можно двигаться, пока все не пройдут этот ручеёк. Знаете, как стоять так, и вот как бы иголочка идущая сквозь нитку. Бройгес. Бройгес это своеобразная пантомима. Его танцуют в паре мать-невесты и жених. Мать-невеста это кто? Тёща, да? Да. Мать показывает, что не желает отдавать дочь, а потом уступает настойчивостью жениха. В книге Клейзерская «Музыка венчания неба и земли» описана как инструменты, какие используются в качестве сопровождения к этому танцу. Там описывается разновидность этого танца, когда мать-жениха думает, что её сын женится на девушке, неравно ему по социальному положению. В этом случае в танце участвуют две женщины, мать-жениха и бабушки невесты. И как бы после спора они примеряются, по дорожку договариваются, и мать-жениха соглашается с его выбором. Шер. Шер, вы говорили, танец ножницы. Это еврейская интерпретация, которая называется русской интерпретацией, как она называется? Кадриль, да? Кадриль, да. Она широко распространилась в 18-м и 19-м веке в Европе. На еврейской свадьбе он символизировал обычай стричь волосы невесты накануне свадьбы. Раньше этот танец танцевали женщины, и женщинам и мужчинам не разрешалось танцевать вместе. В крайнем случае можно было танцевать, взявшись только не за руку, а через платочек друг с другом. И это, как некоторые считают, был также танец портных, потому что есть две трактовки, что это стрижка женщины, и с другой стороны танец портных. Какое описание танцев? Становятся парами, потом идут друг к другу, потом возвращаются, потом меняются партнеры. Пары меняются партнеры. То есть получается кадриль, да? Отсюда выражение кадриль. А ножницы, они тоже как бы пересекаются, да? Потом расходятся. И вот такие возникают движения. И такие возникают движения. Значит, нужно дольшее пространство, чтобы танцевать шар. Четыре пары, женщины находятся справа от мужчин и должны стать лицом к центру площадки, но не в круг. Сначала все берутся за руки и двигаются вправо, затем сначала влево, потом вправо. Потом занимают исходную позицию, пары один-три подходят друг к другу, а затем снова отдаляются. И то же самое делают вторые и четвертые пары. Дамы приглашают кавалеров. Две шаги направо, две шаги налево, шаг вперед и две назад или как-то и поворот, да? Помните знаменитую песню? Вот это танец, вот это танец шар, да. Совершенно верно. Вот, возможно и другие пары. Варианты движения несколько пар образуют ручеек, а другие проходят под них с поднятыми руками и так далее. То есть во время танца меняются партнерами. Делается это следующим образом. Двое мужчин выходят вперед, поворачиваются друг к другу правыми плечами, затем левыми каждый встречается с женщиной. И движение мужчин напоминает партнерские ножницы. Затем продолжается парное движение, а потом опять идет смена партнеров. Следующий танец калач, койлич. Тоже свадебный танец. Вперед выходит одна женщина и танцует и держит в руках халу и символизирует пожелание счастья и процветания. Затем вступают другие и во время шествия несколько женщин сопровождает невесту и ее мать и они держат в руках халы. Свадебную процессу также сопровождают родственники, которые несут халы. Патч танец. Я раньше думал, что патч такой в компьютере бывает. Что такое патч? патч? вы знакомы. Патч от таблетка. Патч. Как чего это? Там дополнительная стопка на университет. Ну, я знаю, что это дополнение к игре какое-то, да? Исправление игры. Да. Вот, согласно некоторым источникам, этот танец придумал Рави Зуси из-за Неполия. Вот тот самый Рави Зуси, о котором мы с вами говорили, да. Причем он утверждал, что музыкальное сопровождение к этому танцу не требуется вовсе, а достаточно лишь ритмичного хлопания в ладоши. Так, еще у нас есть время? Все. Хорошо. Аллилуйя! Танец, танец, митцва. Это же танец.